На первый взгляд кажется, что Пермь – это огромный спальный район, в котором советская застройка смешалась с современными многоэтажками. Но на самом деле в Перми много интересных мест, которые обязательно стоит посетить. Осмотр достопримечательностей Перми – познавательный и захватывающий процесс, обещающий немало интересных открытий. Привет, друзья! Я Антон Дилс, и в данном видео мы познакомимся с самыми интересными достопримечательностями Перми. Поехали! Памятник букве «П» или «Пермские ворота» – гигантская скульптура из бревен, напоминающая триумфальную арку. Вызывает много споров среди граждан. Одни оставляют восторженные отзывы, другие требуют стереть с лица земли данную диковинку. Оружение было создано в 2011 году. Материалом для строительства объемной буквой «П» послужили еловые бревна. Всего их понадобилось 5200 штук. Конечно, объект получился габаритным. Его высота, ширина и длина составляют по 12 метров. Каждая из четырех боковых сторон выполнена в виде буквы «П». Со стороны сооружение напоминает большой табурет или триумфальную арку. Бревна в нем расположены хаотично, без какой-либо системы. В темное время суток памятник подсвечивается изнутри. Со стороны сооружение напоминает большую табуретку или триумфальную арку. Многие местные жители считают, что этот памятник портит пейзаж и даже пытались его сжечь. С 2011 года достопримечательность не раз подвергалась атакам вандалов. Самое безобидное – это оставленные нецензурные надписи. Пришлось даже проводить субботник, чтобы избавиться от этих надписей, но некоторые вандалы идут еще дальше. Через месяц после субботника трое неизвестных пытались сжечь скульптуру, облив ее бензином. К счастью, создателю предусмотрительно покрыли бревна огнезащитным составом. Памятник почти не пострадал, а прохожие вызвали полицию. А вот поджигателей поймать так и не удалось. Изначально создатели этого памятника говорили, что сооружение считается временным и будет диамонтировано через пять лет. Но он и по сей день стоит на том же самом месте, где и был воздвинут. Друзья, а напишите в комментариях, а как вам этот памятник? И как вы думаете, почему он так не нравится некоторым местным жителям, что они готовы его прям сжечь? Оптимистическая фраза и сам арт-объект были придуманы и воплощены в жизнь художником Борисом Матросовым для фестиваля «Арт-поле», проходившего в Подмосковье в 2005 году. Пермь двухметровые красные буквы привезли в 2009 году в рамках арт-программы «Музеи в городе». Арт-объект мгновенно полюбился жителям и гостям города, поэтому его решили оставить. Особенно зрелищная надпись «Часть они за горами» выглядит во время весеннего сброса воды на Камской ГЭС. Такие моменты река выходит из берегов, затопляя часть набережной. Буку возвышается над водной гладью так, словно держится на плаву. Жизнеутверждающий лозунг, состоящий из больших красных букв, стал одним из самых популярных объектов для проведения фотосессий в Перми. Да и просто посетить это место будет не лишним каждому туристу в этом регионе. Также эта надпись стала известна всей стране, благодаря тому, что появилась в фильме «Географ Глобус Пропил» с Константином Хабенским в главной роли, а также в популярном комедийном сериале на телеканале ТНТ «Реальные пацаны». Туристы с удовольствием приходят сюда и фотографируются на их фоне, особенно в период затопления. Почти пять столетий в Прикамье добывали каменную соль. Нелегким производством белого золота занималось практически все трудноспособное население края. Но сложнее всего приходилось мужчинам, таскавшим на плечах тяжелые мешки с готовым продуктом. От постоянного соприкосновения с солью их уши краснили и разбухали. Отсюда и появилось ироническое выражение «Пермяк – соленые уши». С 2006 года культурное изображение тех самых соленых ушей можно увидеть в центре города. Причудливый памятник выполнил скульптор Рустам из могилов. Соборную мечеть можно без раздумий отнести к числу самых красивых культурных сооружений города. Мечеть возродилась в 1901 по 1903 годах. Ее строительство финансировали богатые купцы-мусульмане. При советской власти в здании базировался партийный архив. В 1990 году мечеть вернули верующим. Музей авиационной техники существует в Перми с 2000 года. В его коллекцию входят отечественные образцы военной и гражданской летной авиации. Предметами особой гордости музея являются самолеты Ан-2, МиГ-25, МиГ-29, Су-27 и вертолеты Ми-2, Ми-8. Также в экспозиции представлены носовые части отдельных видов воздушных судов. А еще разные виды двигателей и даже фугасная авиабомба. Пермская набережная существовала еще в начале 19 века, но представляла собой лишь незамысловатую пешеходную дорожку. В середине 20 века была произведена масштабная реконструкция. И набережная Камы превратилась в один из главных объектов города. Берега выложили бетонными плитами, поставили чугунные ограждения, заменили асфальт гранитной плиткой, насажали новые деревья и кустарники, разбили клумбы и поставили скамейки. Сейчас это отличное место для прогулок и любования красивой полноводной рекой. Также тут находится ранее упомянутый арт-объект «Часть и не за горами». Еще на набережной работает небольшая гавань. Оттуда можно сплавиться по реке на теплоходе. Пермский краеведческий музей был основан в 1894 году и неоднократно переезжал с места на место. Но в 2007 году он обосновался в роскошном особняке. Однако особняком территория краеведческого музея не ограничиваются. Его коллекции размещены в 11 филиалах, некоторые из которых находятся за чертой города. Экспозиция музея знакомит гостей с подробной историей Пермского края, начиная с древнейших периодов и заканчивая нашим временем. Основу собрания составляет выставка «История прикамья», занимающая два этажа здания. Здесь можно узнать о быте древних людей, а также о жителях Перми на разных этапах существования города. Зимой посетители могут приятно отдохнуть в уютной музейной гостиной и скоротать время за настольными играми, а также поучаствовать в мастер-классах. Парк камней основали 250-летнему юбилею Перми в 1973 году. Главная его достопримечательность – коллекция всевозможных горных пород Пермского края и Уральских гор, имеющих различную форму и расцветку. На территории также множество других оригинальных объектов, необычной формы фонари, летающие тарелки, а самый, пожалуй, примечательный – огромный жук-скоробей. Навозный шарик жука изготовлен из автомобильных шин. Культура символизирует плодородие и процветание. Но если посмотреть с другой стороны, то получается, что в Перми есть памятник большой какашки, которую тащит жук. Прикольно, по крайней мере, необычно. Также в парке установлены скамейки и фонари, поэтому здесь приятно не только полюбоваться на оригинальное творчество пермяков, но и просто расслабиться и подышать воздухом. Красивый особняк в стиле эклектики был построен в конце 19 века. Его приобрел меценат и предприниматель по фамилии Грибушин. Со своей семьей он прожил здесь более 10 лет. При советской власти особняк занимал госпиталь, диспансер и, наконец, детская больница. Лишь в начале нынешнего столетия здание было полностью отреставировано и передано научно-культурному центру Перми. Фасад дома окрашен в белые и голубые тона и богато отделан лепниной и другими декоративными элементами. Внутри нередко проходят концерты камерной классической музыки. Вознесенская церковь построена на пожертвования, появилась в Перми в 1904 году. В дореволюционный период храм процветал, а при советской власти в здании обустроили сначала общежитие, а затем хлебзавод. В 1991 году храм вернули верующим. Здание практически не изменило оригинальный облик. Красно-кирпичная церковь построена в псевдо-русском стиле и отделана белоснежными декоративными элементами. Вознесенская Федосеевская церковь разделена на верхний и нижний храмы. Первый оснащен тремя пределами и обильно окрашен, нижний более сдержан. Изысканная церковная колокольня очертаниями напоминает башни московского Кремля. Данный храм – важный духовный центр Перми и узнаваемый туристический объект. Друзья, а какая достопримечательность из данного видео вам понравилась больше всего? Напишите в комментариях под этим видео. Мне будет интересно ознакомиться с вашим мнением. Также у меня есть вопрос именно к жителям Перми. Почему жителям вашего города так не понравился памятник букве П? Что его даже хотели сжечь? Или у вас в городе так много вандалов? Пожалуйста, разъясните мне это в комментариях под этим видео. Мне очень интересно. Также не забывайте поставить лайк этому видео. Подписаться на канал, если вы не сделали этого ранее. Ведь дальше будет еще интереснее. До новых встреч. Скоро увидимся.